Девушки отдыхают Вот как вам еще раз попытаться объяснить, я не знаю Решил взойти со своих мыслей В смысле, моя бывшая Это вы, которые сняли мне крутой видеопродукт А, твой настоящий вообще-то кто-то Это за кадром человечек Который снимает подкаст Почему? Мы были в твоем промо за кадром Вы тоже были за кадром Но вы всю работу Он по-любому этого достоин Он по-любому этого достоин Вот так Ссылочка появится вот здесь Где скажешь Там и воткну Макс Капков Это единственный человек, у которого мы реально появляемся за кадром Второй раз Так и есть Просто вы любите меня, я люблю вас Давайте с такой атмосферой любви И восприятия Поздороваемся с друг с другом И скажем Здорово, мужики Здорово Здорово Музики Дамы и господа Сегодня самый крутой Продакшн Видеопродакшн В городе, которые работали со мной Которые работают с многими другими Вдохновляются Вдохновляются и вдохновляют Плейбеки Видео Мейкерство Подписывайтесь Снимайте все эти безобразия И ставьте лайки Нажимайте на колокольчики Подписывайтесь На их ютуб канал На мой ютуб канал Не, на ютуб не надо На инсту На инсту Расскажите мне Мы с вами давно не виделись Как вы вообще зиму переживаете Пережили уже практически Да слушай Это наверное Самая лютая зима За два года наших Наверное Обычно такая логика Что летом Типа есть работа У сферы фотографов Видеографов Все такого А зима затише А у нас как-то в принципе наоборот По заказам Плотнейше Да, да, да А я знаю почему Потому что лето Мне кажется Ну у всех же, да? Не, классное лето было Почти не отдыхали А, ну ты имеешь ввиду Спасибо Тема ковида, если Да, да, да Может быть, кстати С этим связано Что-то есть какой-то Именно прирост из-за ковида Я думаю у всех есть прирост Во всех сферах Все попросыпались Да, да, сто процентов Ты с нами, нет? Да, я с вами Я просто не знаю, что сказать пока Пока что Пока нечего Ты же смотри, кстати Тимурка вообще Для него ковид тоже Новобранец практически Если бы не ковид Тимура бы не уволили Не сократили с работы И он бы у нас не работал А сейчас это Очень важное звено Тебе все нравится? С пацаном? В целом, да Мне нравится, что развитие происходит Сколько Сколько я уже работаю? Ну в марте год, наверное, будет? Ну за год Произошло там Колоссальное количество Изменений в плане Структуризации Компании Уже Мы, как все Относимся к этому За это? Да Как бизнесу А не как приколу Какому-то Как Раньше Это был более местечковый момент Несмотря на то, что Потенциал был крутой Я отмечу, почему это было Мы, короче, с вами Когда начали работать Практически все Делали Ну не то, чтобы на коленке Но вместе Типа вот так вот Поддерживая друг друга Под плечо Помните, даже когда Мой ролик мы делали Я во многом вам помогал Типа там С вами съездить Поехали Да еще бы ты не помогал За такой бюджет Пошел ты Ну да Кто из нас евреев Если бы ты не помогал Пацаны, кушайте, кстати Харат сегодня Дает поклевать Просто Харат Божественные ребята На самом деле Адепты рекламы Когда мы в Кемерово приехали Мы в Харат Очень сильно любили А сейчас Сейчас тоже любим Но мы как бы Люди взрослые уже Мы просто дома отдыхаем Ну нормально Все равно прийти можно Харат любите Думаю Если нальют, попьете Сто процентов заходишь Думаю, блин, Харат Если так давно не было Это как дома Отлично Вот это интеграция Такой еще никогда не было Вероятнее всего Может быть сами намонтируют Эту интеграцию Кто ее знает Харат Харат класс Все, пусть будет Я вообще не понимаю Вот этого Вот этого человека Да Мы с вами Мы с вами Кстати Как, может быть Кто-то не знает Как распределяются Обязанности Внутри коллектива Ой, я директор Сашка директор Да, тут только на директоре Все держится Тарас Я просто все не делаю Вот на нем все держится На самом деле Полностью Все вообще Съемка, монтаж Все остальное Тимурка что делает? Я Сашке помогаю Тоже все делает А вице-директор? Не, наверное Помощник Ассистент директора Замгенерального Похача Не, в целом Как-то мы вообще Любую задачу можем Выполнить Не, вообще изначально Как Тимур попал Да, вот Мы с ним уже давно знакомы Он еще когда Ну вообще музыкант Я Тимура Исключительно знал Как диджея Все верно Всегда Мы как-то познакомились Я не помню А мы можем Твой ник сказать Это не засекречно Конечно Вообще без проблем Тима Соломон Да, да Можете меня так подписать Самый древний царь Да блин Это такая тупая история Насчет моего погремухи Это не царь Понимаешь Фишка в том Это ролики Это ролики Потому что мы уже кстати Знаешь как было вообще Ботинки лыжные Ролики Не, нифига не ботинки Ролики Короче мне было лет 7 наверное Мне родители подарили ролики к Соломон И короче у нас Я с Юргисом У нас движуха там роллерская была И ко мне как-то старший пацан подъезжает И такой Отныне я буду звать тебя Соломон Потому что у тебя ролики Соломона И вот не поверишь Друзья моих Родители моих друзей Называют меня Соломон Подвязка королевская Ну Из серии Я буду называть тебя Вьюз Это очень тупая история У тебя толстовка Вьюз А вот Про Вьюз можно поподробнее Об этом немного Мы поговорим чуть попозже Но сладенькое оставим Я специально надел Новое Короче Вот так пацан попал к вам Я думаю через Через музыку Нет? Нет Да или да? Короче он играл Когда приходили в бар Космо Типа там играла музыка Слушайте а помните у вас был стрим еще Короче были стримы летом закрытые В вашем офисе Вот он же играл Да 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 было такое Но это вообще другая история Это уже в тот период Тимур как раз с нами попал на работу Вообще в принципе Во время пандемии То что стримы были на ютюбе Мы делали Это просто делать нечего На вашем канале нераскрученном Ну да Типа того Просто использовали его Это просто как типа Все делали Начали делать Все же ушли в прямые эфиры Начали фигач Ну и мы тоже как-то В принципе народ поддерживал тему Но это знаешь Отделать нечего И просто надо было что-то делать Чтобы не прокрастинировать Прокрастинировать Да определенный опыт Даже получили в этом Да 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 Все верно Вот именно так Конечно Ну короче Вы сами-то кайфанули Типа вот от этого всего Ну типа от новых каких-то приколов Что-то новое Вечеринки новые Да Что-то новое Когда осваивать Больше ничего не оставалось делать Как рисовать Кстати Что по поводу вечериночек Все-таки не могу я Надолго на сладкое Откладывать Стал я некоторое время Свидетелем Ваших таинственных реклам Вьюс Мьюзик Во всяком Да Вьюс Мьюзик Я так понимаю Что Можно я с вами так Можно я с вами Пацаны Давайте И так значит И Нормально Таинственные рекламы Очень интересные Эстетические Вьюс Мьюзик Я так понимаю Что вы целиком И полностью Организаторы Идейные вдохновители Директора Арт-менеджеры Можно говорить Все что угодно Мы с вами Братья Мы можем Помогать друг другу Пиарить Какие там Вечеринки Шоу Приколы Все красивые слова Которые придумаешь Это вот Можно говорить Про нас Кто-то не проверит Ну теперь Рассказывайте Про Вьюс Мьюзик Вот сначала Ну так как Ты генеральный директор Вьюс Мьюзик Я Идейный вдохновитель Так ты тоже директор На самом деле Вьюс Мьюзик Это Ты директор Своего места Нет Знаете Про Вьюс я не могу Так говорить Единственным там Лицей и так далее Это большая команда Которая работает слаженно И круто Поэтому у нас Получается что-то Прикольное сделать В городе Довольно сложно Организовывать вечеринки Но Имея вокруг Талантливых людей Вот Меха Единомышленников Единомышленников Да вот Меха Привносит свое Это вот Можно сказать Мой партнер По этому Мероприятию Мехрус Спорт Он очень много Привнес в это Мехрус Спорт Не проплатил интеграцию Нет А Мехрус Зу Мехрус Зу Мехрус Деливери Может быть еще есть Попугай И кошечка Кошечка солнца Передайте ему Вот Единственный Кто проплатил Интеграцию Это Мехрус Мьюзик Мехрус Мьюзик И Вьюз Ну и собственно Это Что в итоге Просто Хотелось сделать Что-то прикольное Как раз Закрылся бар Маяк Перестали Проводить Вечеринки С электронной музыкой Старые школы Старые школы Да Мы как бы Поняли Что можем сделать это Людям такой досуг Организовывать Набралась команда диджеев Появилось оборудование И мы давай бахать Вечеринки Вот договорились Свою собственную оборудование Ну да Да Ну Не мы снимаем конечно что-то Но в целом там Диджейский сетап у нас есть Так Че как вообще в принципе Лайнап постоянно Одинаковый То есть Те же самые люди работают Устоявшиеся Или вы приглашаете Варьируете диджеев Не мы мало варьируем На самом деле Хочется делать какие-то привозы Крупные и большие Ну и сейчас это довольно сложно сделать С именами Да с именами У нас просто В Кемерово публика Она понимаешь Она маленько по-другому Воспитана В этом плане И например Тут такое имя На диджеев Саве Не Вот наша публика Например Да вот взять Почему именно он Ну я не знаю Почему Ну давайте Диджей Павел Бекер Ну нет Ну это другая тема вообще Ребят Да я угораю Ну и вот Взять такое имя Как Серега Стерынок Он намного больше Соберет народу Да Чем например Какой-то приезжий Диджей из Новосибирска Или ну кто-либо еще И поэтому мы Решили взять костяк И с помощью Ну вот нескольких человек Да у нас там сколько Пять резидентов Мы выстраиваем Вечеринку От начала от и до Можем управлять музыкой Все работаем На одно На качество На атмосферу И так далее Клево Кстати знаешь почему Есть такая мысль определенная У нас вероятнее всего Как это А именно провинциальное мышление Типа смотрите Сын нашего города Смотрите какой сыночка добился Сережа Стерлинг Мы на него пойдем Он у нас был всегда Нам он очень сильно нравится А вот это вот имя Из Новосибирска Мы не любим Мы его совсем не знаем Вы нам впариваете дерьмо какое-то Мне кажется мозги людей Работают так Тем более люди из старой школы приходят Которые любили электронную музыку Еще в середине двухтысячных годов Или в девя... Ну в десятые там какие-то Слушай знаешь Тут скорее всего Как просто Это слишком локальная тема И типа ну реально есть такая Движуха Что в Кемерово Там диджейские Диджей какие-то популярные Да там на них приходят народ И так далее Например поедешь в другой город Там никто тебя знать не будет Потому что это Ну Удар под дых Получается Да да Как бы вот так вот Все заново приходится Начинать в другом городе Так Вот тебе С нами интересно Нормально все Потому что Я что-то недавно узнал Что у нас есть какой-то диджей Тарас Закиров Да 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 Ну потому что А знаешь почему Тарас Ну Потому что меня так зовут А Закиров Потому что Потому что у меня такая фамилия Расскажи Нравится Кайфуешь Нет Как вообще В принципе Что если я должен выуживать Вытягивать вот эти слова Это ж пандемия Короче Это ж пандемия Короче Я очень люблю музыку Кстати Началась пандемия Все пошел Кончилась работа И Тима Приносит Контроллер Ну Пультик Короче И показывает Как все это делать И все Не умел что ли Я вообще не разумею Я в принципе Стал ловить себя на мысли Пацаны Не знаю Поправьте меня Или нет Если Ты Я перестаю удивляться О том что если узнаю Что у чувака Есть какой-то Крутой второй бэкграунд В котором он капец Как шарит Очень сильно Например Я не удивился бы Если Таким Оп Тарас Играют Что-то У него неплохо получается Я не удивился Что он до этого Типа Вторым Обладает Знанием Типа Как вот Диджеинг Например Вот у меня Ведущий Ведущий Но мало кто До этого знал О том что я Спортсмен с 20-летним стажем Мастер спорта Попаленка Ты еще и крутой актер Да Ты еще и атлет Ты еще и Готовишь Шаку Милорд Ведущий Милорд Ведущий А это про тебя Макс Капков Ты Макс Капков Пожалуй Это Макс Капков Ребята Лучший Я его впервые вижу Блядь Я только сейчас допидел Что мы у него в шоу И того самого Капкова Пацаны Ну а что Именно Решил сделать Именно вот такую штуку Почему нет Сидим Общаемся Разговариваем И создается ощущение того Что мы с вами Добрые друзья Товарищи Ну ты заходи почаще Не просто зачем Когда она Просто в гости А то рекордер То еще А то помочь Просто Пацаны помогите Просто помогите Есть такое Почему Почему бы не Поэтому Но Блин Наконец-то Он на меня обратил Саш Саш Как дела Саш Как дела Да заебись Мы не раскрыли тему Почему афиши такие появились Почему Появились Так мы Чуть-чуть Но мы же возвращаемся Потому что А пришли к тебе Как ты это делаешь Луд Милорд Ведущий В этом шоу А ты Собьешь Это все Вырежем Нафиг Нет Как можно Пацаны Вырезать Нахуй Вообще Говорит Татарин Делайте вертикалку Пацаны Это Джихат ТВ Что ли Я не понимаю Вертикалка В натуре Квадрат Просто Без очкарика Ну и без Максов Тогда Значит У меня Отжали мое шоу Короче Все Так настрой Конечно Тяжело Против нас Троих Двоих Тупой Но У меня кстати Такой эпизод был Я один против трех Троих Да А я видел На порнах Обязать Это будет нашим маленьким секретом Саня Ты сам взял И залил Ты сам поделился ссылкой Хорошо Хорошо Звездный Звездный Не только музыка Но и крутой продакшн В продвижении Рекламы Различные Мне больше всего Понравилась реклама С балериной Так мы перескакиваем Тимонач Как создавалась Все интересно Да мне интересно Но потом Я опять ставлю Я уже настолько эту мысль Приварил Что я сейчас супер Коротко расскажу И не интересно Нет Ну тогда не надо Ну все Тогда ладно Поехали дальше Вот С балериной Да Мне тоже больше всего понравилось Вот хороший видос Да Супер вообще А ты видел как она там поворачивается Расскажите Бля Все уже Ну высасывай Да нет Хочете рассказывать Все Вы так Как будто вы договаривались Что-то обсудить Нет Но я этого не знаю Да ничего Я просто хотел рассказать У меня мысли Давай Да увещай уже мужским голосом На натуре А я что С женским разговариваю Ну видимо тебя не слышат Ты меня слушаешь Но не слышишь Короче Да ничего Ну Тима к нам устроился Все это Все это дела С музыкой Вот эти Они начали тусовки делать И появилась просто Возможность делать Какие-то интересные Такие афиши Так как в основном Сейчас у нас Опоры на коммерцию А коммерция Это не всегда творчество Творчество А творчество хочется А когда что-то придумать Думаешь надо Какой-то снять видос Типа прикольный Такой ага Какой Ничего в голову не приходит Когда есть определенная задача Ну под определенную задачу Уже можно что-то снять И поэтому мы вот На афишах Фьюз Мьюзик Отрываемся Ну типа чисто творчески Пробуем что-то новое Свои задачи Что-то новое Технику пробуем новую То есть где нету Какого-то заказчика Вот как бы без проблем Тима говорит Вот Тарас Сними как хочешь Будет напрягать По большому счету Например мне вот так не нравится Мне классику И это очень круто Ну типа Да И это круто Что свой контент Типа И он реально В смысле Тратится довольно-таки Много времени На каждую афишу То есть это не так просто Это все Смотрится клип И какая-то идея там берется Ну собственно Как все видосы И это реально Некое вдохновение Ну да И когда ты чувствуешь фидбэк Просто То есть когда ты делаешь Это не за деньги А просто чтобы народ покайфовал Сделать что-то уникальное Чувствуешь фидбэк Вот это больше всего Короче заряжает И вообще вот на этом фидбэке И вот весь плейбэк Вот только растет На самом деле Не всего кстати Я накликал на нас Эту сраную беду Потому что мы с пацанами С некоторыми обсуждали И когда говорили Че как по работе Это было уже середина октября А у меня не было Ни одного свободного выходного В девятнадцатом году Как я задолбался Как я хочу отдохнуть Как я не хочу Чтобы была работа Можно пожалуйста Работы не будет Бойтесь своих желаний Ну так Получай И верьте слухам А еще Чувак Из Москвы Сказал о том Что я сглазил Индустрию Сломал игру Тем самым То есть Похвалили я промку Сказали что промку Которую мы Сами сделали За девятнадцатый год И выложили Сказали что я сломал игру И сглазил всю индустрию Ну и все И типа из-за этого Все сломало Кером собачьим Про промку Мне кажется еще Твоя шапочка в этом виновата Какая из У меня Про промку тут Куда ты конкретно? Короче Про промку Интересная Штука Я вот буквально Вот что-то недавно Какой-то заказчик был И что-то Что-то они спрашивали Какие-то рефы Я не знаю Я короче не помню Какая задача была Но я скинул Твою промку И это Ответ такой Заказчик Неплохо Что? Именно А он написал Или голосовал? Но сцена С танцующими девушками Мне кажется Пустовато Я такой Че блядь Ты говоришь Такое Че значит Во-первых Пустовато вообще Я просто не понимаю Еще мне Мне кажется Она прикольная Она разбавляет Такая Но мы в нее Вложили Он не понял Мы в нее Вложили То что мы вложили Людей мало Я думаю Что значит пустовато Ну короче Это Да Хотя В тренде Социальное дистанцирование Девки на расстоянии Друг от друга Танцуют В тренде Двадцатого года Кому кстати Как оказалось Получается И в двадцатом году Можно интерпретировать В этой промке Синего ифана Который Венцо Ифан Ифан Прифиг Вы любите Вообще Или уж Один дубль Я напоминаю А он женился Да Он женился На своей Вообще Красава Ифан Кореш Все нормально По-прежнему Со мной работает Ифан Дубль собрался Это был По-моему Либо крупняк А я понимаю Он уже все Он сказал Этот дубль Все Нужно сделать Еще один кадр С другой точки Или крупняк И все И 82 дубля Эту же фразу Он просто умер В конце каждой фразы Он отпевал Немножко Знаешь что Вот все надо будет Врезать Этот твой кусок И нахуерился И вот это Чтобы люди понимали О чем О чем Сто процентов Самое лучшее чувство Это предпишение того Когда ты увидишь Как Он это делает Да надо Каждый видос Про который мы будем говорить Вы сделаете Скринт Я надеюсь Да Но О мы подскажем Если что Поможем Слава богу Что у вас все в наличии Да Если ты не знаешь Как вести Свой собственно Канал Мы тебе расскажем Люди у которых Вообще на канале Вообще все Дом полная чаша У нас есть видос Там сказка С трехстами тысячами Просмотров Я всегда Хочу Ими похвастаться Как-то Я возможно Какие-то Сомнительные моменты Выбираю Но Хочу Хочу тем Что Вы же работали С какими-то Американскими типами Вы что-то Короче Монтировали По материалам Которые снимали В Лос-Анджелесе Или где Ну это же Типа кайф Расскажи все Как есть Было дело Саня Расскажи Как есть Будь любезен Пожалуйста Я хочу чтобы все узнали И все гордились Что мои кореша А можно от пива Я думаю что да Да У нас кстати Должны быть проблемы После этого Да Ну я Нам обещали Это же неизвестный подкаст Можно Все как есть Прямо Ну Кемера Укус Бас Да Конечно Кемера Укус Бас Все Это Не посмотрят Из Лос-Анджелеса Короче Когда мы взяли Тимура К себе на работу Он работал Таргетологом То есть Настраивал таргет И В принципе Я ему говорю Давай Тимур Какой-нибудь наш видос На таргет Москва Питер Может оттуда кто-то увидит Понаберем аудиторию Московскую Питерскую Ну какой-то Короче Типа Охват Повысим На нас подписался народ И есть такой Парень Дима Зовут его Он Сам с Москвы По-моему Живет сейчас в Америке Нагиев Да Кто Нагиев Нет Не Нагиев Продолжаем Короче И все Это русский чувак Который живет в Штатах И он снимает видосы И типа У него Какая-то была загрузка По заказам Он не успел ничего монтировать И он у себя Сторис выложил Типа Ребят Скиньте мне Кто может Сделать монтаж Моих роликов Ему кто-то скинул Наш аккаунт Собственно Из этой аудитории Которая на нас подписалась Ее немного было Но Кто-то подписался И КПД Такой КПД Достаточно плотный Те, кто подписались Это работающие люди Не какая-то петушня пустая Но мы все равно По интересам Как-то выставляли Ну да Типа людям Которым нравится контент Или что-то Не кальянная Москва Не-не-не-не Точно нет Видеопродакшн Производство Видеопродакшн Производство Ногти Кальянной Москва Нейл Хэйр Хэйр Бьюти Вот это вот Нейл Хэйр И Собственно Он Написал Что-то у нас В течение года Мы что-то с ним Как-то контакт Не могли найти Что-то Ну как-то непонятно было Какую-то задачу Определенной не было Нам поставлено Кадры он Все никак не скидывал Короче Справлялся Сам Наверное Потом в какой-то момент Он говорит Типа Чуваки Все Знаете Вон Вон Какие-то кадры Я не помню Что первым он скинул Я не помню Короче Вы же говорили Короче Какая-то исполнительница Второй там Руки Не супер А Да Ну короче У нас было бэкстейдж Со съемок клипа Смонтировать Со съемок классного клипа Но какая-то бабенка Типа Более-менее Поющая известна Более-менее Она с лейбла Эйкона Наверное Она Да Эйкон Но вся фишка в том Что на этом лейбле Нет ни одного Успешного артиста Это типа Как Blackstar Music Нет Blackstar Это круто Это круто Понятно Вот Нет Если это успешные люди Это не значит Что они нам нравятся То есть Они просто успешные В плане коммерции Вот и все Хорошо Окей Ну у Эйкона Нет никого Типа медийных В смысле У него есть два Артиста Артиста Парень и девушка Которого Вон у которых Ну как-то раскручивают У него видимо чуки на это нет Просто как-то Вот и все И они снимали клип И скинули нам Кадры Исходники С бэкстейджа С этого Но они прям были сняты Супер хреново Сам чувак Сразу нам сказал Говорит Чуваки Короче надо из этого Что-то сделать Ну и все И Тарасяка Вот все это дело Монтировал И в принципе отдали И вот на шапку заработал Приняли Шапку С LA прислали Серьезно? Угу Обманул меня? Да Пошел в жопу Так отсюда Из этого кадра Не ладно Короче С этим все понятно Это так А потом еще было Пару заказов Футболка Подожди Подожди А что было потом? Еще пару заказов Потом был вот этот вот Где девушка Вот эта На Лежу Там где-то еще Да Короче было несколько Коммерческих Таких заказов Но честно сказать Время на них тратили дофига Вышло по ноль Ну просто движутка Прикольная Знаешь Нам звонит По Сама атмосфера Да По фейстайм Мы там созванивались Типом Он такой идет По LA Типа там Нигеры ходят Ну такой Блин Тут так круто Там все такое Да Наверное Мы час не по работе Говорим А мы просто смотрим Каждые там 15 минут Отяжай Да-да-да Я уже помогал Я короче Все не могу Мы такие Видеосвест заканчивается Думаю Блин Что это было Вообще Просто чувак За час при нас поплыл Короче Вот такая тема Втроем на стульчиках Сидим и наблюдаем За этой темой Втроем на стульчиках Чего? История была такая С кем-то забился Сейчас короче Будем общаться с сибиряками Они даже наверное не знают Что такое может быть По-любому Давайте забьемся Что я в кадре просто Их просто удивлю Не-не-не А мы как дурачки С офиса Смотри где мы работаем Вот забота Они едут Они едут Они едут С чуваком в тачке С другом И он пиздит С нами по видеосвязи И такой А покажите где вы работаете Мы показываем ему Офис свой Ну вот это вот Все так Типа это И он такой А сколько это стоит Мы говорим Типа Ну 10 тысяч в месяц Он такой Это сколько Типа 120 долларов И они вот прям остановились Чтобы проржаться Знаешь Ну типа у них вообще Таких цен нет Понимаешь А у них сколько То есть мне они сказали У них это Все гораздо дороже Там люди гораздо больше Зарабатывают Но И гораздо больше тратят Ну понятно Ну уровень жизни То же самое Как говорят Ведущие в Москве Зарабатывают Гораздо больше Чем у нас здесь Но и тратят Извини меня Конечно Я охренел Когда 6 лет назад Мне говорили Сколько за новогоднюю ночь Зарабатывают Ведущие Не топовые Ну хотя бы Из второй Третьей Десятки Типа по топовости По топовости Так а ты в какую топовость Входишь А я вне топов Я себя позиционирую так Что кто-то топовый Кто-то пытается Быть лучшим Кто-то наверху Я просто За всем этим В самом лучшем Раскладе Ты получается Шестой Да У нас просто есть Топ 5 Да Это так не работает Это так не работает То есть понимаете Топ это Короче Люди Вот А когда Знаете Есть такой футболист Златан Ибрагимович Кто-нибудь знает Нет Я слышал Да Играет сейчас за Милан Вот И ему 39 лет Ну такой типа Знаешь Достаточно скандальный И не только Ну спортивная журналистика Типа Не закончено Образование Мое Спортивная журналистика Так вот Короче там был троллинг Когда у Милана Новый король Сказал футболист из Интера Ромело Лукаку Ему Златан ответил У Милана Да Короче Он директор Он директор Может себе позволить Так и есть Хочу Угощу А что еще хотел спросить Тема Смотри Которая мне всегда была интересна В какую сторону хотите больше двигаться Потому что Мы с вами работали По нескольким направлениям Есть какие-то Может быть возможно У вас направления Которого вы совсем не хотели брать Отказаться от этого Кто-то считает Это зашкваром Вы что-то считаете Другое зашкваром Есть ли у вас направления Где вы хотите развиваться Или Только максимально то Что прям вот кайфует Вы говорили Те же как Видео которое вдохновляет Ну да Только не нас А заказчиков Говорим Да Что такое грустное Это видео Пожалею Вот так Это же всего лишь слоган Ну и тем не менее У меня тоже есть Какой-то определенный слоган Видео которое вдохновляет Это все Можешь его кстати И вы показываете Пожалуй Лучшее видео Которое вдохновляет В городе Кемерово Да Что мы хотим Мы не хотим снимать Свадьбы Это одно из Вообще Такого Нажима списка Короче Свадьбы Вот такого списка Сейчас назову Свадьбы И отчетники Нет Хочется снимать Опа Саш Стоит только попросить Спасибо Саму появилась Спасибо Бару Харат Это интеграция длиной в жизнь Я так понимаю Да Харат Увидимся В следующий раз Не хотим снимать свадьбы Не хотим снимать отчетники Не хотим снимать какие-то мелкие Репортаж Репортаж Соревнования Которые Которые Либо имеют статус Международного Всероссийского Которые прям Кайфовые Что в этом смысле Ну например Я очень сильно Какая задача Я Просто поснимать Либо для себя Либо Если вас аккредитуют На это соревнование Совершенно внезапно Так получится Что есть знакомые Общие Которые посоветовали Вас аккредитовали Вам нужно полететь В Нижний Тагил Условно говоря И поснимать Этап Кубка Мира По прыжкам с трамплина На лыжах Да кайф Но они скорее всего Там найдут этих людей Потому что Мы вот снимали Например Этап Кубка России По снегоходу Вот тут недавно И нашли Ну типа нашли нас Не нашли Чуваков с Нижнего Тагила Которые сюда приедут А если поехать куда-то Поснимать На какую-нибудь Олимпиаду Универсиаду Или что-то такое Конечно круто Ну вот универсиада В Краснодаре Ты знаешь что На универсиаду Ты когда приезжаешь Тебе дают просто Безграничный ресурс По оборудованию То есть ты можешь взять Любой объектив Вот такой вот огромный Все бесплатно Все классно Если аккредитуют Ну да Если аккредитуют А если такой момент Что допустим Тебя Ну например Как волонтера Могут Я такой волонтерский корпус Но я очень круто Умею снимать И типа Ты можешь затесаться В прессу например Как-то Такая тема работает Нет ты не проверял Не смотрел Не знаешь Может такое быть А за это заплатят? Ты это же волонтеры А зачем? Ну то есть ты хочешь За бабки работать Нет Никогда Хотелось бы Ну понятно Нет слушай Если уж Я хочу не за деньги работать Не за деньги Это творчество Это знаешь Интереснее У тебя больше возможностей Да Ты можешь делать Все как ты захочешь Но Тогда это должно быть То что тебе нравится Прыжки на лыжах С трамплина Не особо Не особо Но Допустим Вот я знаю точно Что это более экстремальные виды спорта Вот Икс Геймс Условно говоря Да это есть Спонсор Который говорит Пацаны В Европе Этап там Кубка Экстремального И Икс Геймс Я вам просто Типа проплачиваю питание Проживание Снимаете сами Что хотите Ну да И перелеты допустим А технику? Ну полностью командируют Вот Но не заплатят за работу Снимаете Что хотите Не все Тогда круто Просто Икс Геймс нравится больше Чем прыжки с трамплина Ну и Европа больше Чем Нижний Тагил Наверное Ну хорошо Это я привел пример Потому что в России Этап Кубка Мира Только в Тагиле есть Но Можно поехать В Гармиш Партенкирхен Германия В Закопаны Польский Можно в Оберсдорф Немецкий Можно В Осаку В Японию Там же Это же этап Пацаны Сейчас размотают Пойдем Поехали Поехали Ты нас зовешь Денег нет Что снимать Твой спорт Вот этот вот Комнатный Как ты в комнате Закрываешься И Ать Тренируешься Нет Очередную промку Ну да Почему именно Прыжки С трамплина Мне нравятся Прыжки с трамплина Почему именно Спорт Привел первый пример К чему я близок Я привожу всегда Спортивные примеры Ну потому что Любая интересная движуха Если это К перспективе Тебе что-то принесет Что вы в Казани делали Иксгеймс по кальянам Снимали Чемпионат галактики По кальянам Да Скажем так Там Кайф Понравилось Круто Город классный Это ваша инициатива была Нет Нас позвали просто Ребята Производители табака Да Они нам оплатили Полностью дорогу Проживание Питание Все ништяки И заплатили Еще сверху Нет Прям нормальное питание Все было Полный фарш Вся поляна Вся поляна Полный дом Короче У нас был дом Тысяча квадратов И там Было дофига телок Промотелок Короче Он не вред Я тебя базарь Серьезно Ну ладно Серьезно Я же не смогу проверить Он такой был Весь Знаешь Такой Кафельный Ну под свадьбу Там вот прям Напротив церкви Короче Какой-то Тебя не хватало Чтобы везти Ну чтобы просто Кайф Вайпостроение Чтобы там В бане Сауне Поддавать Ладно Ну и шуточки заряжать И шуточки заряжать Да иди ты знаешь Ну ладно Хорошо Хорошо Приятненько Тим Ты наверное должен Мне понять Что для меня Есть Большое разделение От всеобъемлющего Слова Диджей Мне очень сильно Например Не нравится Когда все говорят Типа вот Диджей А на самом деле Люди которые работают С музыкой Со звуком Они прям Максимально узкоспециализированные Ты сейчас меня поддержишь И поймешь В том что Диджей это непосредственно Тот человек Который играет Сет Который сводит Мэшапы Различные Ну вот Играет короче В каком-то музыкальном направлении Либо на виниле Либо В каком-то Определенном музыкальном стиле Коммерция Некоммерция Это вот прям Диджей Диджей Есть люди Звукари Именно банкетного формата Как я их называю С КВНовской заточкой Которые могут Помогать Тебе Чувствовать себя С музыкальными приколами Уверенно Ну да Например Звукарь Который прям Максимально Может тебе Божественно Найти любую неисправность Если у тебя что-то Захрипело Или запердело То есть именно Где-то по звуку Какие-то штуки Определенные Звукарь Который может тебя Очень круто Отстроить музыкально Есть такие у меня Друзья Которые например Чтобы зазвучало Концерт Симфонический Группа Музыка И все это По факту Люди работающие Со звуком С музыкой Но Это разные люди Поэтому Долго Но заказчикам Долго объяснять не будешь А это с диджеем ты Да Это так проще С дишней Да Но те люди Которые понимают Всегда бой кому-то Обязательно выплеснуть Эту штуку нужно И понимать Так же Как наверное И эта штука Работает В видеопродакшене Есть люди Которые Очень круто Снимают рекламу Есть очень люди Которые круто Снимают какую-то Определенную лайф Штуку Есть которые Кайфуют от свадеб Прямо вот конкретно Я вот Свадебный Кайфажор Свадебный Кайфажор А есть люди Которые очень круто Снимают все У самурая нет цели У самурая Только путь Только путь Какой путь У самураев Из плейбэка Ну ты начал Ты продолжай Вот у вас Самурая есть Кстати Пацаны Я больше всех Похож на самурая Потому что глаза Вот вам такая история За столом Ни одного русского человека Нету Ну он за кадром Есть мой братишка Кстати да За кадром В смысле за камерой Вроде русский человек Макс ты русский Нет? Да Ну хотя бы Один русский человек Россия для русских А подкаст Для Многоценно национальных Опять тот самый момент Когда русский Наедриев Так точно Так куда мы движемся Господа самураи К успеху К успеху Идем Вот сейчас тема раскрыта Вообще в целом Плейбэк Сейчас позиционируют Как продакшн Больше коммерческий Наверное Мы хотим Снимать классную Крутую рекламу Задорого Ну типа мы к этому Стремимся Какая-то предметная съемка Что-то Такое необычное Хочется уходить От каких-то Обычных заказов Искать интересных Заказчиков С кем можно Прикольно поработать Вот у нас будет Поездка в Новосибирск В марте Мы будем для Бирмана Снимать ролики Ну это крупная сеть В ресторанах О да я знаю Их очень много И они типа знают Бирман на речке Бирманы пельмени Жан Хуан Лу Да Жан Хуан Лу У нас на данный момент Есть две прикольные идеи Которые мы хотим реализовать И на наш взгляд Это ну довольно такой Прогрессивный контент В плане рекламы То есть это Именно тот инструмент С которым можно реально Решать какие-то прям Глобальные задачи В плане продаж Или продвижения Какого-то продукта Вот мы хотим Чтобы наше видео работало То есть не только Было красивым Но еще В нем был смысл То есть над этим Проводится большая работа Аналитика И так далее Сейчас дошел Такой момент Что типа Подготовка Занимает больше времени Чем самосъемка Ну фактически А везде же обычно Так и бывает например Вся основная работа Это правильно Да 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 Просто раньше Когда еще там Чисто на импровизации Чисто вообще приходит А давай вот тут А давай вот тут Ну и потом собственно Монтажа И вообще в принципе Как-то Результат уже Чисто вдохновение По вдохновению Какое будет Так и залетим Да какое там вдохновение Вдохновение то нет Мучения одно только Знаете Сразу же Кстати сейчас Еще одну интересную тему Вспомнил Тех людей Которые не шарят Как работаем мы Ну представители Каких-то Я не знаю Креативных Думающих профессий Через творчество Вот Вы сейчас Я пойму Поймете о чем я говорю Когда Да чего вы там Работаете-то Пришли На кнопочку нажали Вот так вот Поснимали свое В микрофончик поговорили Денежки в карман положили Не то что шахтеры Вот это вот все Вот я и думаю Слушай Ну таких заказчиков Уже давненько не было Ну да Тут вообще в принципе После пандемии Возможно это не наши заказчики Но в мире Они существуют Слава богу Мы тут как-то перескочили Сейчас такого вообще нету Как бы таких проблем Кстати вероятнее всего Это и Сейчас это стало еще и картинкой Определяться Раньше это сугубо ценой Определялось Насколько я понимаю Если Такие люди просто Не дотягиваются до тебя У них нет просто Осознания что такое Можно заплатить за творчество А сейчас еще и картинка Тут проблемы в принципе В контенте Сейчас стало очень много контента То есть его идет перенасыщение То есть например Почему мы вообще начали этим заниматься Ну вот откровенно говоря Все благодаря соцсетям Появились камеры какие-то стали Которые можно более-менее снимать Программы Уроки Обучение Вот такая вот всякая тема И за счет этого Просто мы Ну Шагнули в это И это сейчас Вот эта штука вся растет Слушай Саня Знаешь что еще сейчас вспомнил Именно Помнишь ты Когда мы работали еще Мы даже не начали снимать Мой ролик А мы подбирались Каким-то определенным идеям Ты мне показывал Имиджевый ролик Какого-то региона Помнишь Вот именно откуда Вроде это казалось бы Ничто Но это одновременно И какое-то все Я бы даже так сказал Пермский край Да Это визит Типа тема вот этого Ну это Нет Это мой парк видос Я просто Смотри Именно он мне показал Как факт Что это Какое видео может быть В принципе Потому что я не понимал Что Для даже Для целого края Можно снять тупо Какую-то рекламу В том-то и речь Перенасыщение контента В этом контенте Надо как-то выделяться То есть И давать компаниям С которыми мы там работаем Что мы хотим людям вообще дать Просто ну какие-то Свои съемки Какой-то уникальный контент Чтобы людям это нравилось Нестандартные идеи Нестандартные идеи Да Где-то прям Мы же по факту Ну типа мало что придумываем То есть мы смотрим Какие-то рефы И все уже давно придумано Берем Это Спилберг кстати Сказал еще в свое время Спилберг тоже так сказал Что-то когда-то Где-то уже было придумано Если ты очень круто Что-то найдешь Возьмешь Да Где-то это реализуешь Что вот это круто будет То есть мы придумываем Что-то новое Это вообще В этом нет ничего стыдного И никто это не заметит Самое главное Это просто сейчас Молодежь черти Придумали слово байтить Не байтить А вдохновиться Тарас Что такое байтить Нормально? Байтить это другое Вообще же Нет? Нет Ну я не знаю Да ты же Брэй Не знаю Слушайте Я изначально думал Что байтить Байтить это скопировать Нет Разве нет? Байтить это типа Типа выводить человека На какую-то Типа эмоцию Не нужно ему Типа я тебя дрочу Типа вот Чего ты меня байтишь Типа вот так Ну типа понял Вот это байтить называется Так ну что Я думаю на это Насколько я знаю Нет Нет пацаны Интересно На The Flow так не считают Байтить Типа ну я вот Так как интересуюсь Иногда хип-хоп движухой Так это не из хип-хопа вообще Ну вот В хип-хоп движухе Типа байтить Это ну копировать Ну да Ну вот например Там какой-нибудь рэпер взял Выпустил трек А байтить это не оттуда Пацаны Байтить это Байтить это Да Ууууу! Откуда я это знаю? Сейчас интеграция длиной в жизнь от Харатса полетела куда-то к черту. Да, блядь, Александр Донко все решает. Ты там возьми, сделай, сделай. Ты хозяин? Инверсию? Да, инверсию. Нолан, спасибо за такое слово. Ты тикток как вообще? Я никак. Меня в тиктоке нет. Могу сказать даже почему. И не буду... Нет, не пенсионер. Интересно. Реально, вот моя мысль, почему меня нет в тиктоке, почему это не моя тема, не моя фишка? Да нет, не очень. Да нас тоже нет. А в Clubhouse? Clubhouse? Да. Я даже не установил. Да я видел эту историю с укладом. Вышлите мне инвайтик. Что такое инвайтик? Это как вайтить. У Тима спросить, что это такое. Ну в смысле? Там же надо инвайт получить, чтобы зарегистрироваться. Я не знаю, я даже не устанавливал в Clubhouse. Да у меня Android я не могу установить. Кстати, да, прокинь. Серьезно? Но только на iPhone что ли? Вообще, Android никогда не покупайте себе Android. Дрова полные. Заработаю, куплю все. У тебя iPhone? У кого? У тебя iPhone? У меня нет. Тараса iPhone. Тарас, молодец, байфон. Девчонки. iPhone. А у тебя? Да. Какой? 11-й. О, ну, смотри, хуй его, ты ведущий. А у кого 12-й? У Тараса. У меня. Хороший ведущий. Молодец, хороший ведущий, нормально. В итоге, короче, пацаны, подытожим. Идем в сторону съемки рекламы, которая будет выделяться. Да. От которой можно кайфовать. Да. Есть такое. Кстати, вот еще. Проблема, знаешь, какая проблема у нас? Проблема региона. Мы в Кемерово, блядь, находим. Все довольно плоско мыслят в плане заказа. Тут в некоторое количество индивидуальных личностей, которые, возможно, ярко вспыхивают и пытаются предложить что-то интересное. Но их столь мало. Да, тут даже дело не в этом. Тут вообще, в принципе, плоскость мышления. Это, да, одна из проблем. И в техническом плане тут все очень плохо. Либо, знаешь, еще есть человек, который хочет снять круто, но у него нет на это денег, например, да? Да. Ну, это... Человек, у которого есть огромное количество денег, не хочет выделяться крутым контентом. Тут, короче, я тебе так могу сказать, не хватает технического оснащения в каком-то плане. Ну, вот реально. Проката нет. Вот то, что мы, например, смотрим, то, что мы хотим получить какую-то картинку, такой техники нет. То есть покупать ее просто нам невыгодно, потому что окупаемость большая. И ориенталов, ну, прокатов, да, как таковых нет. Потому что заказчиков таких нет, которые готовы платить за такую тему. Ну, понятно. За красивую картинку. Тебе человека одеть не во что, например. Ну, то есть нет людей, которые занимаются прям профессиональными костюмами. Или декоратор. Нет человека декоратора. Допустим, тебе надо застроить локацию как-то красиво. Ну, ты думаешь, что типа в кино они просто ищут, о, вот в этом доме мы будем снимать, тут все идеально. Нет, там все застраивают, все там максимально, какого цвета ваза будет, я не знаю, там все же продумано, это очень круто. У нас этого нет, у нас в принципе локации нет, потому что куча фотостудий, но ни одного павильона для видео нет. Для видео надо гораздо больше места, чтобы было движение камеры, чтобы было куда свет поставить, спрятать там зеленка, всякие фаны и вот это вот все. А рейсы, да, типа, где-нибудь. Да, у нас просто ничего нет. И самое главное, заказчиков таких нет, и поэтому такого рода нет. А мы не единственный такой регион? Да. Просто, чтобы, смотрите, чтобы успокоиться. Нет, 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 это все регионы. Это вообще все регионы. А где первый ближайший, который прогрессивно мыслив? Слушай, ну давай возьмем Новосибирск, третий город по численности в России. Такой же колхоз? Ну, лучше, но все равно не то. Там возможности больше, там ты хотя бы можешь взять нормальное оборудование в прокат, и техника там себе можешь взять на съемку, и вообще люди знают, кто такой гаффер, например. То есть я так могу сказать, мы хотим, ну, я чувствую, все чувствуют, что хотим вот такое вот, то есть это либо переезд вообще глобальный, либо, ну да, оно так сейчас не произойдет, глобальный переезд, потому что это глупо, тупо и непонятно. Как-то надо сейчас, слава богу. И безрассудно. Да, 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 есть интернет, все такое, в принципе, какие-то заказы сейчас в Москву тоже приходят, можно, в принципе, работать. Да, сейчас такая стадия, что в любом случае компания растет, и как бы мы, конечно, профессионалы, но опыт набираемся от каждого заказа, то есть, ну, задачи, сложность задачи растет, и как мы принимаем какие-то решения, как мы решаем эти задачи, это вот все становится все сложнее. О, кстати, да, знаешь, такой совет для тех, кто начинает снимать, типа снимайте все вообще, на каждой съемке свой опыт определенный вообще. Даже отрицательный опыт тоже опыт, даже если...